Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, у студии Наталья Игнатенко. Добрый вечер. А май 996 тысяч жихаров Гомельщины приняли удел у выборах президента Республики Беларусь. Явка на участке для голосования склала свыше 90% от зарегистрованной колькости выборщиков. Такие дадены проведены сегодня по час брифингу по выниках голосования у региона. За действующего президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко подано более 88,8% голосов. На втором месте у нас Гайдукевич Сергей Васильевич, на третьем Короткевич Татьяна Николаевна, на четвертом Олахович Николай Дмитриевич. Я благодарен также всем членам избирательных комиссий всех уровней за ту огромную напряженную работу, которую они проводили на протяжении всего времени подготовки проведения выборов президента Республики Беларусь. За тем, як проходила выборчая кампания, на Гомельщине сочили назиральники от международных миссий АБСЕ и СНД, громадских объединений и политических партий, які деничают у Беларуси. Их представники означали, что выборы проходили сгодно потребованиям национального законодавства и отповядали демократичным стандартам. Ніяких порушений у ходе передвыборной кампании и у день голосования не зафиксовано. Могу сказать, что выборы прошли в штатном режиме, согласно законодательству Республики Беларусь, замечаний не выявлено. Все было организовано очень-очень хорошо, люди шли как на праздник. На наш взгляд, выборы состоялись, выборы действительны, с высокой явкой, которая для нас в принципе понятна, потому что для граждан Беларуси, для избирателей, это самое важное общественно-политическое событие в жизни страны. Подсчет проводился открыто, гласно с соглашением всех строк протоколов. Выборы подготовлены на высоком, еще раз повторяю, уровне, где присутствовали наблюдатели от разных партий, общественных организаций и профсоюзных организаций, и от сбора подписей граждан были. На сегодняшний день каких-либо было бы замечаний, нами было не установлено, все было на высоком и достойном уровне. Протягиваем выпуск. Сегодня в Гомельской области стартовал День Матти. Марафон мероприемства протягнется до 16-го Кастричника. В программе круглые столы, групповые занятки и промы телефонные линии по проблемах жанучего здоровья. На питание же хоров в области откажутся кушеры-гинекологи, мамологи и иншие специалисты. Мероприемства пройдут под девизом «Усё починается с мати». Профилактичная акция накирована на популяризацию материнства и семейных каштовностей. С такой мэтою в области функционуют школы здоровья для молодых батьков и кабинеты планованной семьи. Дарыча о поспеху профилактичной работы ухытым на керунку кажутся личбы статистики. По числу новорожденных в 2014 году лидирует город Гомель. 5905 детей. Это каждый третий ребенок из общего числа родившихся. Все лето завершится реализация национальной программы демографичной безопасности, различной на 5 годов. Ее выники будут подведены в начале наступного года. Однако уже сегодня можно говорить про то, что ее житие в Лене позволило предметно повысить народжальность. Так, этот показатель в Гомельской области сегодня высший, чем по республике в целом. У 2014-м в нашем регионе народилось 12 800 детей. Для правнания селета такая личба была маль досягнута уже до вересня. При этом заховывается тенденция роста полторных родов и повеличение количества шмадетных семья. До других тем. Забеспечение насильства рослиноводшей продукции у межсезонной перы – это одна из наибольшь важных задач державы. С этой нагоды комитет державного контроля в Гомельской области провел мониторинг широкого сельско-господарчих предприемств региона. Разом с контролерами ситуацию оценили и наши корреспонденты. На Гомельшине протягивается уборка Городнины. Климатичные умовы селета оказали на урожайность, не который уплыл, але проблем по забеспечению насильництва явно не будет. Инша справа, что все собраное необходимо заховать. Увы, некую амаль 10-годовая реализация отповедных державных программ на территории в области побудовали некольких Городнина сховящих опошнего поколения. Правда, не глядяши на сучасность, контроль за их станом ведется постоянно. В минулом месяце специалисты комитета державного контроля снова провели их мониторинг и не нашли никаких порушений. Мы осматривали в первую очередь сама готовность хранилища к хранению продукции. То есть это очистка, дезинфекция холодильных камер, пробирование оборудования по созданию микроклимата для хранения. То есть исправность и поверка приборов контроля за микроклиматом. В этом году формировать стабилизационный фонд на Гомельшине будут 12 сельскохосподарских предприемств и одна фермерская господарка. Комбинат «Усход» Гомельского района сирот их. Сучасные Городнина сховящие тут увели в эксплуатацию в 2012-м. Сегодня тут можно заховывать практически все культуры. В общем, по информации администрации комбината, сели то в первую очередь. По причине сухого надворья урожай цыбуля оказался крыху меньше леташнего. Морквы на тем же узровни. Зато и бульбы и бураков сабрали больше. Правда, залежить от надворья у господарцы на меру не мают. И им кнуса минимизовать махчимые страты. Утым леку прас укаранение передовых технологий и набыть все новой техники. Мы пришли к полному переворужению отрасли картофелеводства. Конкретно по выращиванию картофелев и по выращиванию овощей. Мы закупили шлейф современного оборудования, начиная от посадки до предрадиционной подготовки картофеля и тех же самых овощей. Комплекс новых сажалок, посадочных машин, новых картофелевоборочных комбайнов, новых сейлок овощных. Сегодня у комбинации «Усход» планы по закладце Гаронины на зимовый период перевыконываются. Той же бульбы, например, у «Сховища» уже 120% от первопочатковых заданий. Цыбули у воголю в четыре раза больше. У инших сельгаз-предприемствах доведенные планы обещают выконать так само. Одночасово у Гумельской области створена рабочая группа, якая будет контролировать якось Гаронины, что подставляется в гандлевую сетку, а так само цены на ее. Есть усе подставы стверждят, что за зиму яны значительно не повеличатся. Как по прошлому году судить, что было осенью, что было весной практически на одном уровне? Незначительно. Скорее всего, не столько проблематично это будет и по цене это для населения, сколько это больше, наверное, все-таки проблемы будет для нашего хозяйства. Потому что рынок диктует цены, а, соответственно, цен высоких мы не наблюдали по весне. Ну и сейчас осень тоже, скажем так, уровень цен относительно невысокий. Я бы сказал, что для, например, на ярмарках цены, я вижу, какие выставляются сельгаз-предприятиями нашим хозяйством, довольно-таки доступные цены. Олеся Нцюрова, Ольга Коновалова, Игорь Маришенко, Телерадо, компания «Гумель». У листопаде на территории Гумельской области з'явится первая платная автодорога. Транспортная артерия М5 уже целиком реконструирована. 86 километров якосного покрытия, дополненного новыми указальными знаками и объектами придорожного сервису, станут платными. Как будет проводиться оплата и на что накируются отриманные сродки, доведалась Ганна Ковалева. Еще несколько лет тому эта дорога выглядала совсем иначе. Все, чем М5, которая излучает два буйнейших городов нашего региона, «Гумель и Жлобин» отвечает всем современным стандартам. На иноше асфальтовое покрытие, надеянные огороджи и умоцованные обочины. Все это позволило повеличить худкостный режим и при этом заховать узровень безопасности. Реконструкция была произведена на основании инвестиционного проекта с китайским «Эксимбанком». Инвестиционные вложения составляли 400 миллионов долларов. Фактическая стоимость на конец строительства составила 350 миллионов долларов. Транспортная артерия поширилась с двух до четырех полос. Побудована и отрамонтована 11 мостов и 5 путепроводов. Реконструкцию завершили в конце минулого года. И до этого часа автомобилисты коррестались дорогой бесплатно. Однако с первого листопада за каждый километр придется платить. Отриманные сродки пойдут на обслугование дорог, подтримание их якости и покрытие расходов по реконструкции. Использование системы «Белтол» обязательно для водителей легковых автомобилей общей массой менее 3,5 тонн для транспорта не из Таможенного союза. Водители таких легковых транспортных средств из Беларуси, России, Казахстана в настоящее время не платят за проезд по платным дорогам. С 1 ноября текущего года к ним добавятся также водители легковых транспортных средств из Армении и Кыргызстана. Эти две страны присоединились к странам Таможенного союза. Остатнему темлеку водителям микроавтобусов, автобусов и грузового транспорту навыц белорусским грамадянством придется оплачивать проезд. Чем больше босил у автомобиля, тем выше и кошт. На М5 уже установлены 5 равных порталов для оплаты. Спробуешь проехать зайцем, будут каштовать 100 евро за каждое порушение. До речи, в ближайшие годы списплатных дорог у Хомельской области пополнится еще двума. Уже распроцованы планы реконструкции магистралей М8 и М10. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Правоохранные органы означают рост выпадка в выявлении фальшивых грошей на территории Гомельщины. С початку года по таких фактах узбуджено больше, чем 70 криминальных справ. Частей за все подробленная валюта увозится жихарами в области с замежа в Беларуси. Иншая подробязность темы в материале наших корреспондентов. На працованном столе экспертов – черговый подозронный банкнот. Такие регулярно передаются сюда органами внутренних справ и Следующего комитета. Пальму – першинство в обороте фальшивых купюр, тримая российский рубель. За всем крыху уступают американский доллар и евро. Миновита соправдность европейских грошей тяжей за все вызначить неузброенным воком. Они чисто внешне очень похожи на настоящее. Отличаются только по способу изготовления. Способы изготовления денежных билетов Европейского Союза мы определяем при помощи уличительных приборов, которые мы здесь используем. Это микроскопы различные, приборы регула различные, в ультрафиолетовом излучении, в инфокрасном. После заключения экспертизы узбуджается криминальная справа – часом 4-5 за сутки. При том, что, конечно, граждане не догадываются об том, что в их кошельках лежат фальшивые гроши. Высветляется этот момент обмену валюты. У одним из започных таких выпадков предприниматель принес у банка сразу 7 подробленных купюр по 200 евро. Гамельчанин отримал их от незнайомого мужчины в Бранску. Подельные денежные средства на территорию Республики Беларусь поступают из стран СНГ, с территории Российской Федерации, либо Украины. Факты печати непосредственно у нас на территории подельных денежных знаков Европейского Союза, долларов США, либо российских рублей, нами не устанавливались. По избежанию ситуации приобретения подельных денежных средств, можно порекомендовать гражданам приобретать их только в банковских учреждениях. Руслан Пролясковский, Сергей Негеревич, Дмитрий Радянко. Телерадиокомпания «Гомель». У Германии прошел чемпионат Европы по спортивной акробатице. Сборная Беларуси завоевала на этих споборницах 19 медалей. 7 из них на рахунку спортсменов Гомельской области. С переможцами и призерами встретился Максим Савин. Континентальный чемпионат удалось клаусе для национальной команды нашей краины. Два года тому на европейской арене беларусы завоевали на два медали меньше. И это с уликом того, что конкуренция у спортивной акробатицы значно взросла. Признанным лидерам, у лику яких и беларусы уже наступают на пятки. Сегодня уже такая тенденция, что порой бывает и Россия, и Украина, и Беларусья могут проиграть Англии, Португалии. Ну вот настолько уже выросла акробатика в мире, в Европе. За 7 из нагарод завоеванных представниками Гомельской области 5 у активовых аванцев Гомельской из Дюшар номер 4. У дорослых с поборництва Гомельчанин Артур Беляков у пары с брюшанкой Вольгой Мельник завоевал две бронзы – у многоборье и балансе. Тройка у складе Кристины Лишовой, Александра и Ксении Меламед привезла с европейского чемпионата две узнагороды. У юниорских с поборництвах яны завоевали золото у балансе и серебро у многоборье. Больше за 9 месяцев подрыхтовки стали подмурком для удалого выступления. Тем более, что для спортсменок это был дебют на евроарене. Мы на первое место, конечно, не рассчитывали, но где-то в глубине души очень надеялись. А вот вообще быть в призах – да, рассчитывали. Удалым дебют на чемпионате Европы отримался и для четверки юниоров. Андрей Сербунов, Антон Колесников, Владислав Щербитов и Павел Короткевич выиграли бронзу в альтыжных практикованьях. Часу на отпочинок после чемпионата Европы у спортсменов нема. Праспал года – наступный отказный старт. Чемпионат свету, где гомельчане так само мают намер взмагаться за медали. Максим Савин, Дмитрий Радянко, телерадиокомпания «Гомель». И на этом выпуск завершенный. У студии працевала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жидаем вам добрых новинов и до новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова